Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня у нас будет обзор глобальной версии умных часов Realme Watch 3. Вроде бы в них нет ничего особенного, чтобы их отличало от многих других, но ими очень приятно и комфортно пользоваться. Все просто, все по месту. Металлический корпус, защита IP68, мониторинг всех показателей в автоматическом режиме, очень точное измерение пульса, возможность совершать звонки непосредственно со смарт-часов. Как всегда, друзья, проведем все тесты, все проверим, погнали! Два слова комплектации приходят вот в такой вот коробке. Внутри вас будут ждать, собственно, сами смарт-часы и кабель зарядки. Больше ничего нет. Стоимость смарт-часов в районе 2800 рублей. Купить их, конечно, можно будет по ссылкам в описании и в закрепленном комментарии. На руке сидят хорошо, подойдут как для мужской, так и для женской руки, и даже для детской. Экран IPS 1,8 дюйма, разрешение 240 на 286, плотность пикселей 323 ppi, экран сам по себе очень яркий, все видно отлично и без проблем. Пиковая яркость 500 нит. Автояркости нет, величину яркости можно выбрать из пяти режимов. Я пользуюсь со вторым, это 40%. Always on Display отсутствует. Рамки большеваты, хотя смотрятся все равно хорошо, но если только не считать, конечно, нижнюю. Нижняя часть корпуса пластиковая, а вот рамки боковые металлические. Есть микрофон и динамик, они расположены на разных сторонах. Также есть одна физическая кнопка для доступа к функциям смарт-часов, которые мы разберем чуть позднее. Данные смарт-часы позволяют принимать звонки и разговаривать непосредственно с часов. При входящем режиме вы можете либо сбросить звонок, либо сделать его беззвучным, либо ответить. Как собеседника, так и вас при разговоре через часы слышно очень хорошо. Вот небольшой пример. Алло. Алло, привет. Привет, сын. Как дела? Тестирую запись звонков с Realme Watch 3. Как слышно? Слышно прекрасно. Дела хорошо. Хорошо? Шумы есть? Нет, ничего нет, как с телефона говоришь. Прям как с телефона. Точный чистый звук, да, получается? Да, очень. А по громкости достаточно? Слышно? Да, все достаточно слышно хорошо. Также вы можете самостоятельно совершать звонки непосредственно с март-часом. Для этого через кнопку переходим в меню, выбираем телефон. Здесь у нас есть история вызовов. Кто вам звонил, соответственно, зеленый принятый, синий звонили вы, красный пропущенный. Даже здесь молодцы, заморочились. Дальше есть частные контакты. В самом приложении добавляете сюда те контакты, к которым хотите иметь быстрый доступ. Ну и, соответственно, сама наборная панель. Выбираете номер, который хотите, и делаете на него дозвол. Версия Bluetooth 5.3, и это очень круто. Отвалов по квартире не было, на улице я также этого не замечал. Проверить разрыв можно вот по этому значку. Белое все хорошо, красное плохо. К сожалению, никакого оповещения там вибрацией или звуковым сигналом о разрыве связи нет. NFC также нет, GPS тоже нет. Кстати, если у вас есть какое-то непросмотренное давление, будет показываться вот здесь вот красным значком. То есть стоит его посмотреть, удалить, и значок пропадет. Что касается уведомления. Отправил для проверки вот такое большое давление со смайликами. Давайте посмотрим, как читает. Вот такой звук происходит, если вы включили звуковое сопровождение полученных уведомлений. Красная точка на месте. Давайте смотрим. WhatsApp понимает, что это WhatsApp. Хорошо. Нажимаем, проваливаемся. Привет, мой дорогой друг, и так далее. Можно прокрутить. Сообщение читается не полностью, но вполне достаточно для смарт-часов данного уровня. Можно даже разочек прокрутить. Эмодзи понимает, но читает их только те, которые помещаются в одну строчку. Шрифт, как вы можете видеть, тоже на достойном уровне. Читается все очень комфортно и понятно. Ответить заранее заготовленным сообщением нельзя. В целом, впечатление от уведомлений на очень высоком уровне. Габариты смарт-часов вы можете видеть на экране. Вес небольшой, всего лишь 40 грамм. Ремешки стандартные, 22 миллиметра. Я, честно, не знаю, как это описать словами, но они реально очень и очень эластичные, очень приятные. На руке сидят просто мега комфортно. С обратной стороны есть вот такие специальные канавки, чтобы не потела рука. Степень защиты IP68. Замочил их на 20 минут в тазике. Все хорошо, ничего не случилось, работают дальше. Пульс измеряет очень четко. Был приятно удивлен этим моментом. Как всегда, будем сравнивать пульс с показаниями на грудного пульсометра, данные которого вы будете видеть на смартфоне. Как видите, у воздуха пульс не измеряет. Итак, друзья, Realme Watch 3 на руках. На смартфоне вы видите данные, которые выводятся с на грудного пульсометра. В спокойном состоянии. Все бьется просто отлично. Бывает разница в 1-2 удара, но это совершенно не критично. При небольшом повышении после 30 быстро сделанных приседаний, как вы видите, тоже все хорошо. Разница на уровне допустимой погрешности. Тренировка. Что касается измерения пульса на больших промежутках времени. 40-минутная тренировка, где я специально делал рваный темп, чтобы посмотреть, успевают ли часы при резком подъеме или снижении пульса. И тут тоже все хорошо. Как вы можете видеть на графике, при постоянном темпе и прерваном часы успевают за пульсом, и это здорово. Поэтому можно даже доверять измерению пульса на пробежках. Подсчет шагов также точен. В данный момент 5-5-5-8. Пройдем 300 шагов и посмотрим на результат. 58-60. То есть 302 шага. 2 шага на 3 сотни. Это нормальный результат погрешности. Все отлично. Вибрация очень хорошая и не раздражающая. Есть три уровня. Сильный, умеренный или слабый можете выбрать под себя. Я пользуюсь сильным, потому что умеренный и слабый я не чувствовал практически. Есть возможность поставить звуковое сопровождение. Как получаемых звонков, так и уведомления. Также настроить их громкость. Что мне показалось очень и очень удобным. Емкость аккумулятора 340 мАч. У меня было включено абсолютно все. Все мониторинги, кроме стресса. И были три тренировки по 40 минут. Заряд охватило на 6 часов. Также есть режим энергосбережения, когда отключается все. И на экране будет только время, зарядка и дата. Действовать ничего не будет. Чтобы выйти из этого режима, надо удержать боковую кнопку. Поэтому есть возможность превратить смарт-часы в просто часы. И держать, конечно же, они будут тогда целую вечность. Кабель зарядки самый стандартный. Магнитный с двумя пинами. Время полной зарядки от 0 до 100. Где-то в районе 1.40-1.50. Друзья, но прежде чем продолжим, хочу пригласить вас на свои ресурсы. Телеграм-канал, где я каждый день выкладываю очень хорошие предложения. Как с Алиэкспресс, так и с торговых российских площадок. Хотите покупать дешевле? Присоединяйтесь, будем делать это вместе. И второй телеграм-канал с анонсами всех моих видео. С новостями цифрового мира и какими-то моими различными мыслями. Ссылки на оба телеграм-канала будут в описании и в закрепленном комментарии. Буду всем рад. Что касается тренировок. Более 100 различных видов есть абсолютно все. Даже, как вы можете видеть, запуск воздушного змея. Но нету плавательных тренировок. Делаем выводы. Настроек в самих тренировках также, к сожалению, очень мало. Все, что вы можете сделать, это задать цель тренировки. Длительность тренировки, калории, либо пройденное расстояние. А вот результат тренировок очень богат на анализ. Причем как в самих смарт-часах, так и в приложениях. В часах вы можете посмотреть длительность, расстояние, калории, максимальный темп, средний темп, среднюю скорость, шаги, средняя частота шагов, среднюю длину шагов, средний пульс, максимальный и минимальный пульс, анаэробный тренировочный эффект, время восстановления и VO2 Max. К сожалению, у меня был он отключен, поэтому здесь не зафиксировалось. Ну что же, а теперь давайте быстренько по меню. Сверху у нас центр управления. Этот режим не беспокоит. Режим фонарика, причем в трех видах. Он может гореть тускло, может гореть ярко, а может гореть тускло или ярко. Тускло или ярко. Такой режим SOS своеобразный. Здесь вы можете настроить яркость, просто нажимая на эту иконку. Данная функция активирует включение экрана при поднятии руки, энергосбережение, ну и настройки, соответственно, наших с вами часов. Где вы можете поставить яркость экрана, экранное время, настройки звука, настройки тренировки, но здесь в принципе только распознавание и напоминание. Снизу уведомления, мы их уже обсуждали. Слева направо, друзья, как и справа налево, карусель виджетов. Что сюда, что сюда, хорошо можно крутиться, возвращаться. К сожалению, тыкнуть и провалиться куда-то глубже нельзя, просто посмотреть. Нажатие на физическую кнопку – это переход к основным функциям наших смарт-часов. Здесь все в принципе просто. Активность – это ваша дневная активность. Телефон мы разобрали, здесь режим тренировок, измерение пульса, измерение кислорода, измерение стресса, измерение сна. Записи о ваших тренировках, дыхательная гимнастика, будильник. Будильник здесь простой, никакого умного будильника там самопробуждающегося нет. Посмотреть погоду, напоминание о событии – это календарь, женский календарь и инструменты. Секундомер хороший и может работать в фоне. Какие-никакие, а зачатки многозадачности здесь присутствуют. Таймер, к сожалению, таким похвастаться не может. Запустив таймер, будете только смотреть, как он тикает. Со смарт-часов можно управлять музыкой, которая проигрывается у вас на смартфоне. Также, соответственно, можно прибавлять и уменьшать громкость. Ну и, конечно же, стандартное управление камерой. Можете делать фотографии, просто нажимая на кнопку на смарт-часа. Также функции боковой физической кнопки входит возврат на шаг назад. То есть оп-оп-оп, вплоть до рабочего стола. Часы работают, конечно же, через приложение Realme Link. Это такое некое подобие умного дома от Realme. На главной странице выбираем свое привязанное устройство. Галерея лиц – это циферблаты, чуть попозже вернемся. Уведомления можете настроить, от каких приложений вы хотите их получать. Можете выбрать любые приложения, это очень здорово. Здесь вы можете настроить, какие тренировки будут отображаться у вас в смарт-часах. Если, например, запуск воздушного змея вам не нужен, просто уберите это все, и лишнее вам не будет мешать. Плитки – это настройки виджетов, когда мы листали влево, вправо карусель была. Приложения – это, соответственно, те приложения, которые появляются при нажатием на боковую активную кнопку смарт-часов. Опять же, если какие-то здесь вам лишние, вы можете их удалить. Напоминание о мероприятиях – это календарь. Напоминание о показателях здоровья – здесь вы настраиваете, что будут отслеживать ваши смарт-часы и как. Соответственно, необходимость попить воды можете выбрать. Круглосуточный мониторинг пульса – вы можете выбрать, с какой периодичностью это делать. Пять минут и больше, либо вообще выключить и мерить только вручную. Здесь же вы можете задать и предупреждение о большом или маленьком уровне. Соответственно, здесь задать круглосуточное отслеживание кислорода и постоянный мониторинг стресса. Я его всегда отключаю, не понимаю эту функцию. Вернемся к циферблатам. Здесь называется это галерея лиц. Циферблатов много, есть хорошие, есть из чего выбрать. Я как бы никаких напрягов не чувствовал. Выбрал, поставил и пользовался. В циферблатах под названием «Фотос» вы можете сделать свой циферблат, нажать, выбрать какой-то предустановленный, добавить какую-то свою картинку из альбома, все что угодно, сделать свой кастомный циферблат. Вторая вкладка «Здоровье» – здесь мониторинг всех наших показателей. Соответственно, в каждую плитку можно провалиться и посмотреть, что и когда было. Также есть история, можно посмотреть, что было перед этим и так далее. Вот, к примеру, ваш сон будет каким он хорошим, плохим, глубокий, поверхностный и так далее, все вам выдаст. Здесь же вы можете посмотреть анализ тренировок. Вот, например, был бег в помещении или как-то еще. Средняя скорость, тренировка, результат, кислород, период восстановления, темп, пульс покажет. То есть, в принципе, анализ довольно-таки детальный. Третья вкладка – это тренировка. Как по мне, вкладка бестолковая, ничего хорошего здесь нет. То есть, вы можете выбрать тренировку, задать цель. Опять же, цель – это расстояние, длительность, либо потраченные калории. Никаких дополнительных строек нет, мы можем все это сделать и в смарт-часах. Ну и четвертая вкладка – это ваши настройки, настройки вашего профиля и настройки приложения. Ну что ж, друзья, будем потихоньку заканчивать и переходить к выводам. По минусам, друзья, нет возможности ответить на уведомления заранее заготовленным сообщением, слабая настройка тренировок, может быть, хотелось бы чуть больше автономности. Также, конечно, можно приплюсовать отсутствие GPS и NFC. Но этого мы делать не будем, потому что все-таки цена устройства – 2800 рублей. Из плюсов, друзья, хороший экран, очень комфортное и понятное меню, очень точное измерение пульса, автоматическое отслеживание всех показателей, металлический корпус, защита IP68 и, что самое главное, это большой комфорт от использования. Мне кажется, они очень подошли бы тем, кто хочет перейти, например, с фитнес-браслетов на смарт-часы, или те, кто первый раз вообще покупает часы для начала пользования. Это очень-очень отличный вариант. Недорогой, понятный и очень комфортный. Ну что, друзья, спасибо, что смотрели. Ссылки на смарт-часы в описании и в закрепленном комментарии. А вам всех благ, удачи, пока-пока.